То, что сегодня происходит, это, конечно, не первый день происходит. Давайте вспомним, 20 лет назад, когда Путин пришел к власти, началась зачистка. И самое первое, что мы с вами увидели, когда Первый канал показывал про то, как плачут женщины, потерявшие своих мужей и сыновей, под лодки Курск. Что сказал Путин? Что собрались какие-то проститутки и вышли. И после этого закрыли программу Даренко и выгнали всех с Первого канала. Потом отобрали все остальные каналы, зачистили полностью. Дальше просто стали убивать журналистов. То, что происходит сегодня, это просто продолжение того, что мы с вами уже видели. Просто идет зачистка. Путин просто поставил себе цель. Все СМИ должны быть уничтожены, потому что они мешают. Поэтому, друзья мои, надо сопротивляться до последнего. Пока мы с вами имеем силы, пока мы с вами можем сопротивляться, надо это делать. Посмотрите, что происходит. Мы с вами сейчас тут изображаем цирк какой-то, встречу с избирателями. Какой к черту встреча с избирателями? Митинг? Митинги запрещены. Кем запрещены? Кто нам запретил собираться? Мы граждане, мы имеем право собираться мирно, обсуждать наши проблемы и говорить то, что нас волнует. Никто не может, никакой Собянин не может нам запретить собираться мирно, обсуждать наши проблемы. Не надо делать вид, что это встреча с избирателями. Это нормальный митинг. Мирный митинг граждан, которые еще нашли силы сопротивляться. Поэтому, друзья, не надо здесь говорить, изображать, что мы что-то другое делаем. Надо просто отстаивать свое право до последнего. Друзья мои, выборы на носу. Очень мало осталось у нас времени. И, может быть, это последняя встреча, когда мы с вами можем вот так пообщаться. Друзья мои, все равно надо сопротивляться до последнего. Очень многие СМИ вынуждены будут идти фактически в подполье. Интернет, скорее всего, будет запрещен. Это понятно уже сейчас. Сотни блогеров, которые зарабатывают на Ютубе свои донаты и так далее. Они скоро перестанут это делать, потому что Ютуб тоже будет запрещен. Потому что так не бывает, что запретили все СМИ, а Ютуб оставили. Поэтому надо просто к этому готовиться. Друзья, на самом деле у меня просто большая просьба. Мы все должны обращаться к людям, потому что наша с вами сила только в людях. Только люди, которые читатели, зрители могут встать на защиту. Посмотрите, как мало людей вышло сегодня. Все запуганы. Вспомните, когда закрывали НТВ, сколько людей вышло под стены, останки, чтобы стоять там и защищать свободу слова. Сегодня вышло очень мало людей, потому что очень много людей запугано. Это не их вина. Они просто думают о себе, о своих детях. Они не хотят сидеть в тюрьме. Потому что сейчас за любое политическое высказывание садятся в тюрьму. Поэтому, друзья мои, давайте привлекать внимание людей, рассказывать о том, что происходит. Писать о том, что людей тоже волнует. Друзья, спасибо большое, что вы пришли. Я хочу сказать, что очень важно эту тему поднимать. Я не думаю, что мы сможем внести поправки в этот закон прямо сейчас. Но общественное давление должно нам помочь. Я надеюсь, что те из нас, кто сможет стать депутатами, и те люди, которые пройдут Государственную Думу, они должны в первую очередь вносить поправки в эти законы и добиваться вместе с нами. Давайте эту тему не будем бросать и после выборов 19 сентября.